Романтичное на первый взгляд и нелегкое при детальном рассмотрении. Для людей этой профессии рабочий день протекает под стук колес, а видеть в их рядах многие привыкли исключительно прекрасный пол. Электротранспорт сегодня показал, на что способны его очаровательные сотрудницы. Кастинг был как на подиум, несколько человек на место. В финальную стадию конкурса водители трамвая из полусотни претендентов попали лишь два десятка, и только единицы из них будут признаны королевами городских железных дорог. Парик, стеклоочиститель, аварийное освещение, освещение подножек, кнопки тормоза дотормаживания. Работаю органформатором, громкоговорящий станок. Вот так на плечи таких хрупких девушек, как Наталья Карачева, ежедневно ложится груз ответственности за безопасность челнинцев и гостей города. Участница конкурса профмастерства предприятия электротранспорт подготавливает так свою железную махину каждый раз перед рейсом. Трамвай Наталья водит уже пять лет, есть и автомобильные права, только разница в управлении электротранспортом и автомашины для нее вовсе не в технических особенностях. Мне и на трамвай нравится, и на машине нравится ездить. На трамвай ответственность, там же я ведь пассажиров везу, все-таки я за них отвечаю. Поэтому груз ответственности на мне лежит, я это прекрасно понимаю. В этом, наверное, сложнее. А потому даже при беглом осмотре, ведь задание дается на время, от внимания водителя не должна ускользнуть ни одна деталь. Мелочей в этом деле нет. Вагон буквально прощупывают снизу, доверху, снаружи и внутри. Задний маршрутный указатель, инвентарный номер, вилка со штырем. Включаем аккумулятор, открываем третью дверь. Это и есть первое задание. На предприятиях гор электротранспорта всей России ежегодные корпоративные соревнования давно стали традицией. И челнинские вагоновожатые не исключение. По итогам составляют рейтинг работников, но для них самих триумф чреват изменениями в финансовом плане. Занявшим первые пять мест повышается классность. Был у водителя третий класс, будет второй присвоен. Был второй класс, будет присвоен первый класс. Спрашивают, для чего? Ну, это материальная заинтересованность. Чем выше класс, тем больше заработная плата. Впрочем, одними только техническими познаниями не обходится. Оценивают и в меру оригинальный подход в культу и обслуживание пассажиров. Это этап второй, показать себя знатоком одностороннего общения с людьми. Водитель объявляет, в районе вот данной остановки, к примеру, фордиалог, находится органный зал. Уже немножко небольшая информация про органный зал. И гость нашего города запомнит об этом и может вечером сходить, обязательно послушать музыку. В отдельных случаях от участников требовали корректно разрешить конфликт в салоне. Высказать наболевшее о неспокойных попутчиках некоторые умудрялись в стихах. Уважаемые пассажиры, здравствуйте. Зачем вы фестиваль здесь устраиваете? Трамвай – место общественно значимое, для проезда людей предназначено. Уважайте друг друга, пожалуйста, соблюдая покой окружающих. То ли в сад, то ли в огород, мы везем честной народ. Вы, ребята, не шутите, старшим место уступите. Когда еду на трамвай на работе, еду и сочиняю. Потому что когда я еду по литейному заводу, и на самом деле лисичка пролетела, сорока, ой, лисичка пробежала, сорока пролетела, вот и я вижу и сочиняю. Стихи стихами, а впереди еще один день борьбы. Тур по городу. Жюри будет оценивать практику мягкой трамвайной езды. Ну и, конечно же, знание правил. Только после этого будут объявлены имена победителей. Им как повод для гордости, коллегам как стимул подтянуться в мастерстве. Огромная ответственность, высокий профессионализм и крепкая любовь к своей работе. Плюс к этому творческий потенциал и недюжая харизма. Вот такой он обобщенный портрет водителя челнинского трамвая. Евгений Брайнтов, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережная Челны.